В конце прошлого года завершился срок аренды помещения Центра культуры посёлка между ЗАО «Совхоз имени Ленина» и администрацией муниципалитета. Власти планировали продлить договор, как они это делали ежегодно. Но по волевому решению Павла Грудинина все бесплатные детские кружки и секции фактически оказались на улице. Сейчас в здании выставлена охрана, а блокирует проход в помещение лично Анастасия Кудряшова, директор местного оздоровительного центра, направленное сюда руководством ЗАО. «У вас полномочия есть, мне показывающие?» «Я показываю. А у вас какие полномочия?» «Слушайте, я управляющая организация этим Домом культуры. Судебное решение имеет высшую юридическую силу». Видновский городской суд рассмотрел обращение сотрудников пострадавшего учреждения и признал превышение полномочий владельцам здания Павлом Грудининым. Своим решением суд обязал его обеспечить свободный доступ в помещение и не мешать образовательному процессу. «Девятого декабря 2020 года по указанию директора ЗАО Савхоза Миленина Павла Николаевича Грудинина в этом здании было отключено электричество. Соответственно, сорваны занятия всех кружков в течение более месяцев и прекращена работа пожарной сигнализации. Поскольку кружки необходимо проводить, мы пригласили соответствующих специалистов, которые нам должны восстановить работу противопожарной системы в автономном режиме». Однако сделать это не удалось из-за препятствий со стороны сотрудников ЗАО. Кроме того, в здании частично отключено отопление. Несмотря на это, работа ни одного из 22 детских кружков не была остановлена. «Конечно, родители недоумевают, почему здесь. Почему дети, которые привыкли ходить на занятия сюда, сейчас вынуждены на занятия ездить в развилку, например, в вокальный кружок, или в фольклорный кружок в библиотеке занимается у нас. Некоторые кружки работают в школе. Это тоже, конечно, причиняет неудобства». Руководители студии дополнительного образования надеются на то, что здравый смысл всё-таки восторжествует. Договор аренды будет продлён, а руководство ЗАО «Совхоз имени Ленина» соизволит исполнить определение суда. «Я творческий человек, я не политик, поэтому для меня главное, конечно, творчество, культура. И жаль, что дети не могут начать и в полной мере заниматься тем, чем им нравится заниматься». «Хочется, наконец-таки, увидеть, чтобы дети вышли на сцену, чтобы они получили заслуженные аплодисменты от зрителя, от родителей, от бабушек, от дедушек, потому что мы соскучились по мероприятиям». «А сейчас нет для этого возможности?» «Ну, конечно, нет электричества. От этого же зависит и освещение на сцене, и звук, ну и противопожарная безопасность». Наш телеканал продолжит следить за развитием ситуации. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.